здравствуйте друзья добрый вечер вопрос там вообще длинный был вопрос но в общем парень пять лет работает программистом он ему лет 35 34 35 и вот тут так как часто менял и вид деятельности и направление образования и где только не работал мне нравятся и социальные науки люблю экономику не стоит забывать и о душе и о истории и технические и математические науки развивают том числе и личность в общем как леонардо да винчи правда без соответствующих достижений собственно тема вопрос к вам на который было бы интересно вас услышать заключается в том насколько на американском рынке труда может быть востребована специализация вширь но не вглубь в основном ведь спрос предъявляется на узких специалистов а очень хотелось бы как-то найти свой такой способ реализации опыта где пригодится и экономика и понимание личности психологии математическая база и конкретные профессиональные знания и насколько вообще в жизни оправдано уходить вглубь но не вширь и то пока складывается а то пока складывается впечатление что часть своей жизни я просто зря прожил собирая ягоды в швеции водителем такси из беларуси парень водителем такси учась в экономической школе читая классиков экономической мысли а классиков марксизма вот я читал ничего так как сейчас нет практического применения этому опыту действительно собирал ягоды до витамины и остались значит но все же поговорим отвечая на вопрос прямо так глоб да то есть вот насколько востребованы люди которые шире они вглубь я хочу так сказать что люди которые на на стыковке стоят да там где сходятся разные области знания очень востребованы тонкость тут состоит в том что в этих областях знания на стыке которых человек работает он должен не 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 поверхностно разбираться достаточно серьезно то есть он конечно может не знать там я не знаю математику или экономику так как знает допустим серьезный экономист или серьезный математик и психологию при этом может знать не так как ее знает серьезный психолог но он должен достаточно глубоко ее знаю поэтому когда вот эти знания достаточно глубокие но не безумно специализированные вот где-то так собираются на каком-то таком участке где как правило там еще прорывное какое-то направление да потому что должны смежные науки или там может быть не обязательно даже смежные подключиться чтобы вдруг что-то такое возникло неожиданное вот тогда и вы получается это безусловно востребовано но понимаете здесь нет нет места такой разгильдяйской как бы философии когда ну вот я тут там ягоды собирал здесь еще что-то там такси водил ну и где же вот это все вместе соберется вот это широта атака не было широты понимаете если бы эта широта была в каких-то вещах достаточно ну как бы интеллектуальных то есть требующих умственного какого-то развития да вот то тогда вот одна интеллектуальная область другая интеллектуальная область вдруг как пошли какие-то мысли параллели кто-то еще подключился и понеслось а ягоды собирать или там такси водить то может быть сопутствующий опыт какой-то интересный например вот опыт жизни там скажем швеции и человек живя в швеции неважно чем он занимался такси водил ягоды собирал забор красил или даже был инженером например но он при этом приобрел опыт жизни в какой-то стране он увидел какую-то специфику и вот это знание открыла перед ним какие-то горизонты не связаны с тем что было это собирание ягод или вождение такси хотя мы понимаем что то социальная ступенька на которой человек находится открывает перед ним те или иные горизонты вот то что увидит человек зарабатывающий скажем там я не знаю возможности на миллион долларов в год и человек зарабатывающий там скажем 20 тысяч в год то что открывается их взгляду кардинально отличается и и скажем так при равной степени открытости мотивации так далее то тот у кого уже есть миллион в год он уже по-другому это будет но он увидит другие возможности поэтому если это перевести из разряда мечтательности такой а вот хорошо бы вот так чтобы такое вот место чтобы вот так вот и это и это и это но непонятно для чего вот непонятно для чего сложно понимаете то есть мы говорим не найдется ли какой-то такой работодатель который возьмет меня такого как я есть который и тут немного и там немного увлекается и я как же нет а там и все такое ну это совсем не тот процесс каким это могло бы быть да то есть это могло бы быть с другой стороны заход когда вы говорите я хотел бы вот такую работу у меня для этой работы есть раз два три четыре пять шесть разных совершенно областей в которых я что-то понимаю и вот по совокупности значит это мне позволяет решать вот такие-то задачи тогда вы ищите работодателя заинтересованного в решении этих задач то есть как только лошадь станет посреди телеги в переезде впереди телеги они сзади вот тогда значит как бы прямиком понесемся к решению понимаете то есть от мечтательности к прагматизму мы же про прагматическую задачу решаем да вот в америке найти работодателя которому понадобится вот такой интересный комплекс там скажем экспертиз в одном человеке это же задача прагматическая если так в принципе помечтать то можно помечтать и вообще ничего не надо насчет того чтобы в одной области там и узко специализироваться ну вот вот я например типичный пример того что это не так да то есть что в ссср мы жили что вот тут это же я как бы к очень разным областям был предрасположен и да я вот и в институте связи учился там электронщиком работал там разработчиком цифровой электроники и математическое образование меня не работал математиком как бы профессиональным но я закончил университет я преподавал немножко математику ну так это мелко вот и у меня педагогическая такая линия в жизни проходит очень сильная и ну как сказать такая не хочет писательская но скажем так сочинительная то есть я все время что-то там сочинял какие-то методички писал то есть я я писучий такой вот пишущий пишущий вот так сказать пишущие мне это больше нравится пишущий вот и и так далее и когда вот в америке я оказался вот школа которая у меня сегодня есть это же как бы некое сочетание того тех опытов которые у меня были раньше да и инженерный такой инженерно-математический и то что я здесь на ходу подхватил в тестирование программного обеспечения это же добавилось ко всем предыдущим делам и что там еще и 5 образовательные как бы вещи там технологии и так далее и все это сложилось до кучи вот вылилось вот в эту школу тестов причем если бы я например оказался волей и судеб не не тестировщиком а программистом например приехав сша наверное это было бы какая-то школа программировать почему нет но вот просто так вышло конечно это не 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 по найму я работаю а как бы собственном бизнесе сам на себя со всеми плюсами этого дела и со всеми минусами этого дела потому что там очень много нестабильности гораздо больше стресса чем может показаться понимаете со стороны особенно вот и это непрерывный процесс когда 24 часа в сутки ты думаешь о чем-то и ну ты живешь живешь этим то есть я не хочу сказать что это какой-то неприятный труд это очень радостный труд но но это труд понимаете это это стресс это влияет на здоровье нам намного чего влиять поэтому может быть действительно вам себя искать ну не вам конкретно вот не вредно тому кто вопрос задает но таких же много людей которые разносторонние то есть вот есть люди узкие специалисты а есть такие интеграторы понимаете они собирают до кучи из разных мест я добавлю появляется какое-то новое качество возникает вот я я в сущности интегратор и интеграторов много нас нас много таких поэтому самовыражайся реализуйся может быть тебе не нужно именно по найму может быть тебе нужно как-то еще может быть нет такого найма почему ты должен загнать себя в форму каких-то формат чужих потребностей если у тебя это все собирается и органично складывается я я очень многие вещи когда читал вот направление которое ему нравится мне мне нравится я очень люблю историю всегда очень любил историю вот и как говорит один человек замечательно говорит историю мало любить ее надо знать вот но извиняете да значит я думаю что тут как бы глубокая очень наука там можно много чего знать но во всяком случае любить тоже неплохо даже если вот он не безумно знает но хотя бы интересуется уже тоже хорошо я считаю это очень здорово поэтому человек ведь не родился там как сказать каменщиком или там не знаю кто кем землепашцем мать он он родился для какой-то такой человеческой жизни высокой вот а он может при этом быть скажем и землепашцем и стихи писать может одновременно и петь может хорошо и таким как бы социальным работником может быть да то есть людьми разговаривать и мотивировать утешать там тех кому нужно утешение тогда это же не мешает ему там быть каменщиком или там хлеборобом поэтому мы по дизайну своему очень разнообразный и давайте может быть напоследок скажу из нашего опыта со светой когда мы познакомились с теорией вот этих вот векторов что человек раскладывается на 8 разных векторов и у нас михаил бородянский тут выступал вы можете поискать на бородянского и посмотреть мы используем его тесты сейчас при тестировании в одном наших студентов и сотрудников тоже так вот когда я смотрю на результаты тестов там по 8 по 8 осям как бы есть две картинки по одним и тем же 8 осям первая картинка это с чем человек пришел в этот мир вот какие у него были предрасположенности а вторая картинка те же самые оси мы видим как он в ходе своего развития какое у него принятие вот там есть такой термин принятость вот какая у него принятость вот того с чем он пришел может оказаться что у него очень большой талант в чем-то а чем больше талант тем сложнее его принять в себе и наоборот чем меньше чего-то тем ты легче от принимаешь и вот смотришь а я как бы постоянно посматриваю и вот как сильно это все меняется у людей но есть люди их много их реально много вот из того что я вижу по этим картинкам очень очень приличный процент у которых задатки от рождения очень равномерно распределены то есть у них хороший уровень задатка высокий и сразу по всем там семи или восьми векторам то есть очень очень много таких людей то есть им дана возможность в жизни адаптироваться практически к любым обстоятельствам которые могут сложиться то есть нужно быть там скажем детальным и тщательным у него есть этот талант он 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 легко справиться нужно быть лидером он может быть лидером а нужно быть хорошо организованным строить систему структуру там порядок наводить он может нужно сесть написать или там поговорить или там блогером или там еще что он тоже может понимать и очень 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 много таких людей вот вот собственно и все поэтому гораздо естественнее для человека вот как социального и биологического существа с моей точки зрения гораздо естественнее быть на стыке многих вещей нежели например глубоко куда-то уйти там оторваться от остального человечества и где-то вот там будет там вот там сидеть но вот я так так понимаю безусловно когда ты врач ты хочешь быть очень хорошим врачом ты не хочешь быть одновременно врачом и философом там мирового плана нет конечно безусловно мы в чем-то очень очень глубоко уходим например я в целом не не безумно детальный человек мне гораздо важнее видеть так как бы большую картинку но когда я резюме делаю или когда я смотрю на резюме вы такого сануду как я в жизни не найдете я каждую за запятую буду битву вести понимаете за за вы чего ну то есть потому что опять у меня тоже много чего там накидано от рождения я могу это и это и я это могу мне все я все это могу просто меня от чего-то больше удовольствия получают чего-то меньше там и так далее поэтому мы мы должны радоваться тому что вам хочется многого и может со многого и единство что не надо ждать что кто-то такой найдется что он придет и подберет нас такими какие мы есть а все-таки правильно было бы сказать вот я такой как есть я себе в этом смысле нравлюсь и я наверняка как-то вот реализую все эти качества не обязательно сразу не обязательно за большие деньги но обязательно для удовольствия душевного а там где удовольствия много и пользы для других людей там в принципе деньги рядом недалеко я не хочу сказать что это обязательно так вот такая связь непосредственно но тем не менее как-то все это завязано до кучи счастливо а